Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги, я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. Почти как субботник, только дело пришлось иметь со снегом. По поручению губернатора в столице региона провели воскресник. Россияне смогут получать двойной налоговый вычет. При каких условиях, расскажем в новостях экономики. Комплексная проверка. В Самаре ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в наземном и подземном транспорте. Более 2800 уборщиков и 171 единицы техники в минувшее воскресенье вышли убирать город от снега. По поручению губернатора региона в Самаре прошел воскресник. Городские власти акцентировали внимание на уборке дворовых территорий и участков, прилегающих к объектам социальной сферы. Уборку города в минувшие выходные проверила также глава Самары Елена Лапушкина. Она выехала в Кировский район и вместе с главой района Игорем Рудаковым прошла по дворам, посмотрела, как расчищены подъезды к школам и детским садам. Какие замечания были сделаны, расскажет Светлана Кудрявцева. Первыми на борьбу со стихией выходят дворники. В Кировском районе это более 450 человек. С пяти утра они расчищают территорию у подъездов, тротуары, а уже потом дворы убирает техника, задействуют все имеющиеся машины. Качество уборки снега в 13, 14 и 15 микрорайонах проверили глава Самары Елена Лапушкина вместе с главой района Игорем Рудаковым. Он вот ложится снег и ложится. Я ничего не говорю, работы полно сейчас, пахать и пахать. Нам самое главное сейчас, чтобы общественный транспорт не встал, с дворами потихоньку разберемся, соцобъекты все. Техника есть, люди есть, всех на выходные вытащили, все работают, контракты все заключили. В первую очередь расчищают подъездные пути к соцобъектам, школам, детсадам и больницам. Убирают снег на контейнерных площадках, чтобы рекоператор своевременно вывозил мусор. И пока большая техника проходит проезжую часть, малая чистит тротуары. Тротуары уже прочищены, проезжая часть, пусть даже асфальта пока не видно, потому что реагент не работает еще, движение не такое сильное. Но движение без заторов идет, жалоб на пассажирский транспорт, перебои тоже пока по Кировскому району отсутствует. Снег достаточно большой, выпал уровень. Жители с пониманием относятся, и я еще раз хочу обратиться. Ну, может быть, и извиниться, что мы, допустим, не успеваем так быстро, с учетом такого количества осадков, но в любом случае на все замечания реагируем. В районе мобилизовали все силы. Территорию разбили на квадраты, каждый из которых закрепили для контроля за сотрудниками администрации. По словам Елены Лапушкиной, работы впереди еще много, тем более, что снегопад обещают и на этой неделе. Нужно провести расширение проезжих частей и тщательнее чистить дворы. Мы увидели, что работает и техника, и управляющая компания, что работает техника-подрядчика, научно-дорожная система, тем не менее, работа, конечно, еще предстоит более серьезной. Тем более, снегопад не останавливается, снегопад продолжается, и мы должны с пониманием к этому отнестись. Но, тем не менее, и транспорт у нас едет, и выходы из подъездов в основном прочищены, хотя есть замечания даже по выходам из подъездов. Это говорит уже об ответственности управляющих компаний, сколько они людей, дворников сегодня вывели на территорию. Глава Самары в очередной раз обратилась к жителям города с просьбой переставлять личные автомобили на время работы техники во дворах, чтобы была возможность качественно и в срок убирать территорию. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Специалистам коммунальных служб в воскресенье помогали и неравнодушные жители города. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Это как субботник, только дело пришлось иметь со снегом. В ночь на 16 января в Самаре снова выпало небывалое количество осадков. Всего за полмесяца нового года, отмечают специалисты, город принял практически месячную их норму. Чтобы привести столицу региона в порядок на воскресенье, мобилизовали все коммунальные службы города. Выводили это управляющие компании, ТСЖ, районы, предприятия в данной ситуации, для того, чтобы привести в порядок территорию и люди могли завтра выйти на работу. Поэтому эту задачу поставил и губернатор. Мы ставили задачу, работают люди воскресенье с 10 до 16. Это вот первый результат будет в 14 часам. Ну а самое главное, оценку все равно будут давать наши граждане. Городские власти приняли решение акцентировать внимание на содержании внутри домовых территорий. Главы всех внутригородских районов взяли под контроль координацию работ управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН, районных служб на вверенных им территориях. Из 450 единиц техники, которую в воскресенье задействовали для уборки города, 171 машину направили на расчистку внутри дворовых территорий. Особое внимание уделили участкам, находящимся вблизи объектов социальной сферы – детских садов, школ и медучреждений. Мы социальным объектам особое внимание уделяем, особенно с учетом того, что дети пойдут в школу, соответственно, они должны сделать это по чистому тротуару, и родители должны иметь возможность довезти их на автомобиль, если им это понадобится. Давай, мой хороший, выходи. Вот так все ласково, да. Расчищать город от снега коммунальным службам помогали и неравнодушные жители города. Самарцев заранее предупредили. Для того, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, необходимо своевременно убрать с парковочных карманов и проездов личный транспорт. У нас есть большой чат дома, где мы информируем жителям о том, что будет в этот день, в такое-то время расчистка. Просим водителей убрать машины. У нас есть база, она постоянно обновляется, потому что новые машины приезжают, новые владельцы появляются. Обзваниваем, если машина не убирается, обзваниваем, просим водителей спуститься, убрать машину. О жителе двора по улице Победы в Кировском районе долго уговаривать не пришлось. Дружные соседи самостоятельно решили прийти на помощь коммунальщикам и вышли во двор с детьми, захватив горячий чай. Всего на подмогу дворникам пришли почти 700 самарцев из 47 дворов района. У нас сегодня праздник, написали вчера вечером, что просим выйти. Все вот быстренько собрались и вышли, все молодцы. Вот у нас здесь мамы, все многодетные в основном у нас здесь. Вот мама пятерых детей, мама троих детей. И папы все, все вот вышли. Вышли все практически управляющие компании, все дворники. Наше муниципально-бюджетное учреждение вышло. Все подрядные организации, это Кедр-1, ПСК, сотрудники администрации. Но мы попросили жителей, если кому-то нужна помощь, обратиться, мы готовы помочь. Привезли шансовый инструмент, лопаты, живой силой помогаем. В железнодорожном районе Самары на помощь жителям и специалистам коммунальных служб пришли альпинисты. Особое внимание здесь уделили не только расчистке дворов, проездов, тротуаров, но и кровель. Самые опасные снежные навесы убирали 12 спецбригад. За сутки специалисты расчистили от снега порядка 50 объектов. У нас ежедневно в 6 утра проходят планерки. Работаем в группе Вайбер, отчетность, также работаем с администрацией. У них тоже есть своя определенная группа, куда мы им выкладываем фото, чтобы они также видели нашу работу совместно с нашим населением. Сегодня у нас работают 12 единиц снегоуборочной техники и 250 человек дворников. Основная задача, которая поставлена сегодня, это, соответственно, очистить все выходы из подъезда до конца дня, очистить внутриквартальные дороги, максимально обеспечить возможность прибытия машин скорой помощи, машин для вывоза мусора. Такую же задачу в минувшее воскресенье поставили и коммунальные службы промышленного района города. В понедельник утром по этой дороге прошли сотни людей и проехали десятки машин. Здесь располагаются детские сады номер 373 и 359, школы 93 и 45. В районе у нас 33 школы, 35 детских садов и 5 поликлиник. По крайней мере, максимально 80% подъездных путей и пешеходных зон мы должны очистить. Часть учреждений у нас выходит на уличную дорожную сеть, и здесь мы выстраиваем взаимодействие с департаментом городского хозяйства и по благоустройству. Сегодня работа ничем не отличается от вчера. И мои сотрудники, и сотрудники подрядчиков ведут активную работу по расчистке. Вот уже и субботу, и воскресенье. В таком же режиме будем работать и завтра, я думаю. Работа действительно тяжелая. Основная проблема – это большое количество транспорта. В администрации города в очередной раз напоминают. Для того, чтобы дороги, внутриквартальные проезды и другие городские пространства были своевременно очищены от снега, необходимо не препятствовать работе коммунальных служб. Пара забытых владельцами авто и доступ для проезда спецтехники закрыт. Наладить контакт с жителями задачи ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний. Гульфия Сафина, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Задачу усилить контроль за расчисткой дворов и скатных кровель поставил первый заместитель главы города Владимир Василенко на еженедельном совещании в администрации Самары. Вице-мэр оценил, насколько качественно убрали от снега улицы и тротуары выходные. Продолжит Виктория Шарая. После уборки Самары от снега, которая шла непрерывно все выходные, дороги города расчищены. Но на некоторых отрезках есть сужение, которое в ближайшие дни необходимо устранить. Об этом говорил на совещании в мэрии первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Выезды из дворов расчищены на 90%, дворовые тротуары на 75%. В большей части дворов расчищена одна полоса проезда. Освободить от снега обе не позволяет запаркованный транспорт. Особое внимание во время расчистки уделяется объектам социальной сферы. На сегодняшний день мы говорим о расчищенной въезде в больницы, в социальные объекты, в станции скорой помощи. И особенно мы обращаем внимание, это улица Береговая, откуда везут кислород по ковидным больницам, и госпиталь ветеранов войны. Любая жалоба и любое поступление от них, мы тут же ориентируем все дорожные службы, чтобы привести в порядок. Я вчера сам вот объезжал, ковидная больница на Шверника обеспечена, по 22-му партизу госпиталь обеспечен, ковидная больница четвертая. Всего в городе около 650 скатных кровель. Скопление снега на них особенно опасно. Поэтому в первую очередь перед главами районов и управляющими компаниями первым вице-мэром поставлена задача расчищать именно их. 71 кровля с выходом на тротуар сегодня будет очищена от осадков. На контроле козырьки подъездов, кондиционеры и любые навесные конструкции, с которых может упасть снег. Результаты работ на строгом контроле городских властей. В случае некачественной расчистки управляющие компании будут привлечены к административной ответственности. Тем более, что по прогнозам синоптиков, уже завтра город ждет новый снегопад. На вторник и среду мы тоже видим, что будет выпадание осадков. Там не тот, незначительно, но в любом случае будет выпадание осадков. Тем более, еще раз подчеркиваю, вот за это 15-16 число, в частности у нас, в большей степени 14-15 число у нас выпало осадков, а если в совокупности за двое суток, свыше 34 миллиметров осадков. Это, если опять все познается в сравнении, в прошлом году у нас на эту дату высота снежного покрова составляла 52,52, 2021 год, но за счет того, что там в декабре выпал снег, 52, то выпадание осадков было около 80% на дату 15 января, то у нас сегодня на дату 15 января 106% выпало осадков от месячной нормы. Ночная норма составляет 47 миллиметров. Первый вице-мэр распорядился увеличить объемы вывозимого на полигоны снега с 5 тысяч тонн в сутки до 8-10 тысяч тонн. Эта работа должна вестись не только днем, но и ночью. Виктория Шаре, Василий Колдашов, События. Эфир продолжит новости экономики. В студии Виктория Шаре. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, мэрии и уважаемые телезрители. Россияне теперь смогут получать двойной налоговый вычет. Как это возможно? Это возможно в случае покупки в браке, но это не все условия. Об остальных расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 18 января 76 рублей 4 копейки. Евро 86 рублей 86 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 86 долларов 13 центов за баррель. С 1 января 2022 года в России изменился порядок получения налогового вычета при приобретении недвижимости. В качестве одного из нововведений россиянам предоставили право получить налоговый вычет при покупке квартиры, комнаты или доли в строящемся доме с даты подписания акта приема-передачи объекта. При покупке жилья будущий владелец может вернуть 30% от потраченной на него суммы. Супружеские пары в России могут получить двойной налоговый вычет на жилье, если квартира была приобретена в браке. Налоговый вычет на одного человека составляет 260 тысяч рублей. Максимальная ставка, которая действует при покупке жилья стоимостью не менее 2 миллионов рублей. Однако, если покупатели приобретают жилье, находясь в браке, а стоимость жилья достигает 4 и более миллионов рублей, то пара может получить на каждого по 260 тысяч рублей. В общей сложности получается 520 тысяч рублей. Отмечается, что право не действует, если супруги покупают объект у родственников. Сдавать квартиру, купленную в ипотеку, стало невыгодно. Средний срок окупаемости жилья, который определяет соотношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды в городах-миллионниках, к концу 2021 года составил 16,5 лет. В 2020 году срок был меньше 15 лет. Таким образом, доходность однокомнатного жилья снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее. При этом, если окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить и 20 лет. По расчетам экспертов, средний чек предложения однушки в городах-миллионниках на вторичном рынке за год вырос на 26,5%, а ставка аренды лишь на 20%. При этом, в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске аренда прибавила в стоимости больше, чем жилье. Самый быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности среди городов-миллионников в Челябинске. Наименьшая доходность и высокие сроки окупаемости в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве от 18 до 20 лет. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 339 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 204 225. Такие данные в понедельник, 17 января, опубликовали на сайте StopCoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1297 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 175 866 человек. Пара недель на подготовку к новому удару пандемии. По поручению президента Владимира Путина, все регионы усиливают меры борьбы с коронавирусом, поскольку в стране уже фиксируют заболевание новым, более заразным штаммом – омикроном. Он уже выявлен в Самарской области. Главный санитарный врач Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм. Еще несколько находятся на экспертизе. Надежной защитой по-прежнему остается вакцинация населения. В регионе действуют не только стационарные, но и мобильные прививочные пункты. Один из них разместился в Кенельской центральной библиотеке. Подробности в сюжете. Информирован и вакцинирован – значит вооружен против вируса. В Кенельской центральной библиотеке получают не только знания, но и иммунитет. Здесь работает передвижной прививочный пункт. Медики сами приезжают к жителям. И это дополнительная мотивация сделать прививку, рассказывает молодая мама Мария Акулинина, которая решила вакцинироваться и обезопасить себя, тем самым и свою семью. Мне здесь близко к дому, мне удобно. Через дорогу перешла и все. А до поликлиники на автобусе, то есть это тоже контакт с людьми. Ну и здесь людей поменьше. Как-то это безопаснее. Процедура в библиотеке ничем не отличается от той, что в поликлинике. Заполнение анкеты, осмотр у врача и при отсутствии противопоказаний – прививка. На сегодняшний день в Кенеле вакцинировано 76% населения. Передвижные пункты помогают увеличить охват. Наша больница получила два мобильных пункта передвижных, с которыми мы выдвигаемся в различные точки как города Кенель, так и муниципального района Кенельский. И делаем на местах вакцинацию. Это повышает охват жителей вакцинации от любых инфекционных заболеваний. В данный момент мы занимаемся именно профилактикой ковида и профилактикой гриппа. Напомним, что в России уже фиксируют случаи заболевания новым штаммом коронавируса – омикроном. В связи с его распространением президент Владимир Путин поручил регионам готовиться к новому витку заболеваемости. Для того, чтобы сделать вакцинацию от ковида удобнее и доступнее, прививочные пункты организованы не только в поликлиниках, но и в общественных местах. В Самаре в прошлом году дни массовой вакцинации также проходили в здании областной библиотеки. Эту практику признали успешной и решили распространить на другие муниципалитеты области. Светлана Кудрявцева, События. А в Самаре рабочая неделя традиционно началась с проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. С начала года на нарушителей уже составили 48 административных протоколов. Сегодня один из рейдов прошел у станции метро «Гагаринская». Межведомственная комиссия проверила наземный транспорт и метро. Тему продолжат наши корреспонденты. Пассажирка Елена Айропетова ездит на метро ежедневно. Живет рядом с подземкой, да и добраться до работы получается быстрее, чем на наземном транспорте. С начала пандемии в Самарском метрополитене действует усиленный контроль за соблюдением масочного режима. Елена про это знает, поэтому маску надевает заранее, еще до входа в городскую подземку. Пандемия продолжается и нужно заботиться и о себе, и об окружающих. Это первое, то что нас спасает, это маски. Чихну, кашляну, все это вокруг моментально разлетается. Воздушно-капельный путь никто не отменял для распространения вирусов. Контроль в Самарском метро осуществляется непрерывно. Наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров охрана проверяет уже на входе. Без маски вход в подземку закрыт. Также проверяющие находятся в кассовом зале, у терминалов самостоятельного пополнения транспортных карт и покупки жетонов, а также в турникетной зоне. Кроме того, на каждой станции в зоне посадки и высадки пассажиров за соблюдением масочного режима следят сотрудники полиции. У нас система такая, что мы предупреждаем людей и не пропускаем их без средств индивидуальной защиты. С начала года, вот 2022, ну так скажем, не было допущено в зону посадки пассажиров 439 пассажиров. О здоровье пассажиров заботятся и сотрудники метрополитена. В городской подземке регулярно обрабатываются ручки входных дверей, автоматы по продаже жетонов и пополнение транспортных карт, кассы, турникеты, эскалаторы. Также контроль за соблюдением масочного режима в метро осуществляют междведомственные комиссии. Ежедневно в пиковое и межпиковое время проводятся проверки. Каждую неделю до 80 рейдов. Продолжаем работать в таком усиленном режиме, разъяснять пассажирам о том, что при входе в салон, неважно автобус, троллейбус, трамвай, при входе на станцию метрополитена на лице должна быть маска средств индивидуальной защиты. Она должна плотно прикрывать нос и рот и сохраняться на всем протяжении поездки. В случае отказа надеть маску нарушители выводят из салона и составляют административные протоколы. Помимо этого, в поле зрения рейдовых бригад, кондукторы и водители, которые также не должны пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Штраф на юрлицо, да, действительно, он намного больше, чем для пассажиров. Если экипаж будет без маски, будет назначено проведение служебной проверки. Ежедневно перед рейсами с персоналом проводят инструктаж и выдают средства индивидуальной защиты. Кроме того, перед выходом на линию дезинфицируют и моют подвижной состав. Следят, чтобы во время рейсов исправно работали рециркуляторы воздуха. Надевать маску еще до входа в общественный транспорт обязаны все пассажиры, независимо от наличия сертификата, QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Ольга Павловна, Никита Колосов, Константин Головин. События. Рождение добра. В Самаре прошла гуманитарно-благотворительная акция для детей с ментальными нарушениями. Организаторы подготовили для ребят праздничный концерт и рождественские подарки. С подробностями Максим Магомедов. Уже в седьмой раз акция «Рождение добра» собрала гостей со всей области в Духовно-просветительском центре Кириллица. Перед началом праздничного концерта в фойе провели молебен. Организаторы отмечают, что до начала пандемии акция, приуроченная к празднованию Рождества Христова, собирала более 300 солнечных деток. В этот раз зрительный зал заполнили только на четверть и провели два концерта. Мой ребенок тоже ребенок инвалид, синдром давный, и поэтому она, наверное, прародительница этого потолкула к этому делу. Наша концепция не просто сделать праздник, но и что дети получили дополнительное развитие, чтобы дети позанимались между собой, чтобы социальные связи развивались. Чтобы родители, особенно детишек, между собой общались и советовались, как лучше своего ребенка развивать. Какой-то опыт друг друга использовать, какие педагоги, какие методики используют. На сцене выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а фокусники показали иллюзионное шоу. В завершении концерта актеры Самарского театра «Витражи» представили современную интерпретацию сказки «Морозко». За артистами на сцене с интересом наблюдали зрители. Галина Алексеева и ее дочь Людмилы размышляли над тем, какие дополнительные творческие направления можно выбрать. Людмила уже занимается бальными танцами и читает стихи. Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Каждый год мы с удовольствием и с большой радостью едем сюда, потому что это добро должно жить в наших сердцах не раз в год, а ежедневно. И благодаря этому мы всегда должны помнить об этом. Когда концерт идет, здесь ведь взято самое близкое для духа, именно для наших детей. Выступление батюшки, которое тоже исполняет духовно. По завершении представления каждый ребенок получил сладкий подарок и деревянный конструктор, при помощи которого можно развивать мелкую моторику пальцев. В этом году дети будут собирать рождественские светильники. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События. В ночь на среду, 19 января, православные отметят один из главных христианских праздников Кречения Господни. В Самаре единственная купель на Волге будет оборудована на полевом спуске набережной. Здесь у проруби с 8 часов вечера 18 января и до 18 часов 19 января будут дежурить спасатели и медики. Желающим раздадут горячий чай. Также работать будут пункт обогрева и места для переодевания, рассказали в администрации города. Креченские купания в этом году снова пройдут с ковид-ограничениями. Планируется, что люди смогут по одному заходить в раздевалку, затем окунаться в купель. Во время ожидания своей очереди нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. В других местах купание в прорубях запрещено. В некоторых прибрежных локациях при неустойчивых погодных условиях лед может быть хрупким. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова